по традиции лучшие люди канала давайте вас одним кадром спасибо люди люблю вас привет евала юрка снова в строю огромное спасибо вере за донат сс щербаеву огромнейшее спасибо как обычно нашему великому лёсику спасибо ну и господину жданову огромное спасибо так что друзья сегодня решил для вас поснимать гидро электростанцию города волхова сейчас поеду меня отвезут и поснимают то личное со щербаев просил ну я и сам посмотрю чё там творится за хуйня а так принципе пока ничего нового ждем нового заграничного паспорта а дальше будем думать как жить дальше вот такие пироги это главный проспект города волхова так сказать кировский проспект но не буду показывать здесь хрущевки здесь семья лежачие полицейские автомобили здесь ивановский текстиль есть тоже какие-то магазинчики это так называемая 7 это на центре города это немцы строили в войну молодцы немцы хорошо построили и подъезжаем главной площади города волхова здесь вот дом культуры знаменитый желтый там кинотеатр раньше был танцы ну наверное сейчас есть не знаю здесь сбербанк в общем все основное это есть да и вот она главная площадь во всей красе здесь вот машины стоят магазин скрепка это гостиница металлург 2 600 ночь такая гора что вообще пипец ну все обзор площади тоже готов ну там ленин стоит где-то вон там видите только его не видно друзья вам покажу колледж в котором я учился своей харизме смотрите волховский алюминиевый колледж видали какой красавец вот там я курил всегда возле этих как это городская мэрия здесь типа правительство города работает что-то они мне кажется не работают рядом магнит здесь вот раньше пивнуха было а теперь сантехника все меняется а это началась территория волховского алюминиевого завода так сказать один из крупнейших где-то здесь или где он крупнейший то дом мебели сейчас вам проходную покажу они вот здесь парка не видите построили там сам киров стоит кто строил эту всю лабуду вот называется он теперь фос агро метахим в общем банкротится каждые 10 лет и новое название я думаю так везде вот этим дымом любят волховчане дышать обычно то на город весь дым идет сегодня что-то повезло не на город зимой бывает знаете выброс делают и снег желтеет эти вот из песня желтый снег желтый снег это про волхов ну как вам обзор городишки такой коротенький но там реально больше показывать нечего а сейчас я уже приехал на гидроэлектростанцию эти это памятник памятник господину графтео тоже на что-то построил а ну вот знаменитого знаменитая волховская гэс надо еще один твит получше найти наверно о смотрите какую гайку поставили этого я еще не видел что-то новое ого какая гайка вообще это что вообще это монумент в честь чего-то лень читать но этот вид специально для сс щербаева вот щербаев вот такая на волховской агэс он там вода там дальше плотина здесь обычно вот рыбаки рыбула раньше ловили по ходу всех разогнали это железнодорожный мост в принципе очень красиво у нас вернее в них но это знаменитые волховские лестницы ну что вы видели считайте обзор на весь город еще есть конечно первый волхов но там там вообще пиздец так это я к чему что надо юрки помочь отсюда смыться как можно скорее так что ссылочки на донаты внизу ну и спасибо что посмотрели обзор про волхов тун-тун ну а сейчас наверное ребята самое интересное вы же любите всякую хуйню вы меня начали заебали уже спрашивать про гражданку поймите что блять ее больше здесь не будет и все нахуй вот так давайте кто знает тот знает что за хуйня случилось ну и все да нечего сказать ну и кастинг продолжаем на новую героиню помните да не больше 50 7 килограмм не особо мелкую можно дуру ну и все наверно а ну и можно симпатичную да а то я чё-то знаете своей жизни чё понял чем баба симпатичный тем она короче тем она вот короче верить никому нельзя кругом одни козлы да и все так что пожалуйста я вас прошу по-человечески блять даже не упоминайте нахуй не можете в донат аллерси упоминать а так нахуй не надо а то в пизду поняли живем дальше в общем да ну все ну что я наснимался пришел в свой любимый гаражик но не свой в родительский и опять сижу думаю что бы поделать что бы поделать и и придумал выпью-ка я энергии то алкоголь больше не лезет еще сопьюсь а серый же только этого и ждет чтобы человек спивался нахуй здесь еще и на работу придется устроиться так что вот вам круг никакой нахуй работы в конце месяца если все будет нормально съезжу в москву в подмосковье так сказать за осознанностью ну а потом будем ждать сентября октября поедем с вами на гуа на барабанах играть так давайте на флейтах под деревьями сидеть тоже осознанность получать а чё да пила сейчас себе руки отрежу нахуй все для трэш контента хорошая да заябь сломалась ну чё наверно пока и все да как уж мог и так блять стараюсь так что с вас по лайку ну и еще что нить всякую хуйню не надо писать ладно а то я вас буду казнить вот так ну поняли все аллы верды как говорят у нас в Иркутске евола помонтировал видео а там всего 8 минут так что решил съездить еще до первого Волхова покажу вам другую сторону Волхова ну с машины не буду выходить а то люлей дадут сами знаете как здесь с этим дела обстоят надо быть осторожней ну вот друзья алла это в общем мост блять здесь еще разговор так 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 вот мост он соединяет второй Волхов с первым всем это река Волхов там вон с этой стороны видите мост тоже тоже железнодорожная там электростанция вдали там там хороший мост вот все въехали мы в первый Волхов все зелено здесь тоже у них типа мэрия своя но она районная видите здесь сидят начальники района а это знаменитый Волховский суд очень красивый и очень беспощадный и светофоры на солнечных батареях вообще обалдеть цивилизация здесь товарищи милиционеры сидят полицейские очень хорошие люди ну здесь дома вот все практически такие в первом Волхове маленькие это их главная площадь ну здесь даже Ленина нету даже Ленин не прижился едем дальше а это вот новые трехэтажные дома настроили раньше были деревянные знаете такие как это называлось бараки их вот сожгли все и настроили вот такие домики ну говорят не очень ну блять лучше чем барак барак Обама строительный торговый магазин и знаменитые пятерочки Волховские тоже свой сбербанк у них отдельный а это самый большой перекресток в Первом Волхове вот там рынок воскресный видите палец где вот там вот там рынок по воскресеньям в общем продают всякую нужную всякую нужную ну Великолужский мясокомбинат обалдеть что только нету кофейку пин-код здесь раньше евросеть была о теле 2 продукты парикмахерская а вот здесь раньше бараки стояли видите вот здесь все позеленело а также здесь были деревянные бараки все сгорели обалдеть и стала вот просто такая пустыня ну вот такой первый Волхов это все конец был то есть ну буквально 3 километра и все особо не разгуляешься ну а мы едем в магазин лента называется тоже не так давно открылся я так даже еще ни разу не был сейчас посмотрю ого понастроили смотрите вообще цивилизованно здесь раньше была строительная база я здесь трудился после меня вот как настроили в общем после меня все лучше и лучше становится заадись друзья я вам покажу как Волхови от пожаров спасаются он вешают просто иконы просто пиздец я еще ни разу не видел на магазинах иконы это что-то новенькое да? а вот какие магазины здесь есть детство улыбка радуйки буква ер книжный магазин книжный то магазин мы любим шаг на встречу обувь лента в Эльдорадо пойдемте в Эльдорадо чтоб ей нужны наушники так что донатим на наушники неожиданно как в большом городе смотрите освещение всякого говна вообще удивлен развитие этого Волхови за 5 лет видите какое не то что у меня один я только не развился за 5 лет походу телевизоров вон там много ну у вас наверное есть Эльдорадо не буду уж показывать да? ну вот наверное все наснимал 10 минут ставим лайки вон выбор наушников а ты какие взял покажу взяли вот такие не очень недорого зашли еще в ленту а здесь тоже вон смотрите как гипермаркет и в Питере я вообще приятно удивлен вообще здорово обалдеть даже смотрите вон суши маркет евросеть ни хера себе вообще здоровый магазин то есть не надо теперь ездить никуда все есть здесь мне кажется делается это все для того чтобы люди как можно меньше выезжали отсюда а то еще увидят что-нибудь лучше и все сбегут реально смотрите вещи всякие иностранные брендовые так сказать ну и все ну а там просто лента продукты это вы и так видели ого чтобы взять корзину надо 5 рублей опустить и вам дают корзинку но потом вроде возвращают я с таким еще не сталкивался обалдеть блять вот это развитие да куда катится этот мир фига я удивлен смотрите тикаман стоит 170 рублей а горчица 256 видимо вкусная горчица а в ленту то пришли набираем на что? на гамбургеры вот такой фаршик куяршик мяско в общем все по старой традиции многие меня спрашивают how much фарш в Волхове вот цена 718 рублей вроде и гамбургеры будут смотрите хотел свести корзинку обратно чтоб 5 рублей забрать потом подумал я что челедж что ли так что не буду ничего забирать круто да? за 10 ну все друзья видео закончилось спасибо за просмотр и не забывайте ставить лайки с уважением Андруша Юра который все давайте